хэй ой с вами шумихи и мы продолжаем пройти теру по названию трехтысячная дуэль так на чем хотя бы закончили мы по идее а мы хотели спуститься сюда вниз посмотреть что тут внизу и тут есть проход почему-то я туда не пошел они пошел я потому что я пришел сюда чтобы сохраниться но вниз мы все равно не ходили во первых сходим сейчас вниз посмотрим что снизу потом с помощью телепорта вернемся оттуда где мы были а были мне мими я вспомнил в этом в пустыне или башки того что-то смешано с этим ага тут есть сундук почему сюда действительно не ходил окей тут закрыл там сундучок осколок силы и красная парфюмчик и я действительно здесь не был прикольно безжизненный шепот все постепенно ходит во тьму я уже ни в чем не уверен я понимаю если спрямлю вниз то я туда уже не вернусь надо внимательно осмотреть и на всякий вспоминание об исследовании я вспомнил одну историю королем овладела низ навязчивая идея починить силу огнем давший ему такое могущество он создал в подвале башни тайную лабораторию и приказал придворному магу найти способ наделить человеческое тело силы огня и занялся изучать магию огня король хорошо представлял себе мощи магии огня поэтому также приказал построить и другой конец башни в лабораторию для изучения магии холода неплохо правое левое крыло либо пустыня идем пустыню я понимаю что у нас а это левое крыло а правое короче нас здесь еще и два босса если ребят впереди в этой части карты но снова же мы сюда отправимся немножечко попозже поэтому давайте я прямо если туда вниз прыгну там я и останусь копье у меня мощная босс следующих ну не следующая которая сейчас у нас будет довольно я вам скажу неприятные по со своему стилю а так вообще по своему стилю ну по идее с помощью него мы хотя бы научимся норм передвигаться по воздуху но это еще не вере но все же попробовать стоит перемещаемся так а теперь осталось отсюда дойти до низа все довольно просто но в тот же момент и сложно так а тут у нас кто пока что а понял есть история давайте хотя бы попытаюсь живым добраться до конца понял ну понятное дело тут я отъезжаю дать я лучше чтобы далеко не бегать здесь дух но вам это было ожидаемо прикольно прикольно ну слушайте начал довольно хорошее мне нравится мы так и достигаем день день но мне нужно четыре теперь полета чтобы я в пропасть просто так не падал я опа жопу знаете что сейчас просто произошло минус 1500 вот что сейчас произошло минус 1500 и это из-за чего здравствуй ветерок здравствуй странный ветерок ну это не сложнее босса который был перед этим интересный факт а когда у нас нету душ фиолетового призрака нету суди в сраку твари минус 1500 минус 1500 и вы мне хотите что-то сказать я думаю не хотите и заново получать этот опыт а ведь те души были с босса как это люблю так у нас есть проход туда а я могу вернуться обратный мне плевать сразу меточку ставим меточку печатим это чем ишь пролетит и мы спрыгнем так снова два пути меточку меточку пожалуйста дайте мне хотя бы дайте безболезненно а это и сокращение пути сейчас открою ну спасибо что я не снова не сдох так теперь вопрос что здесь снизу и куда это отведет проход а на с я понял куда это ведет но погнали чем не 40 минут битва боссов ребят босс очень охуенный скажу сразу страж каменная храмница и 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 лучше не попадаться вторая фаза нет а вот вторая фаза здравствуй а и и и а и и а и и ну почти с первого троим вот на этом на самом деле боссы сложен из-за того что ветер ну типа я им сказал бы что у него меняется стиль атаки либо что-то того но у меня в тот момент был только два ворота что я вам скажу довольно херов было в тот момент главное понимать куда он бьет вот допустим да он пойди наклоняется туда хотя вот а вот а а а а а а Ладно, не снесешь Извини, баканул О, так он ВА-2 еще запуляет Ау Я еще и тупую, еще прыгаю на его атаке Эээ, да Ну, блин, посмотрите В принципе, он не такой сложный на самом деле Я тут больше сам туплю Ну, по нему лучше постоянно Заряженными атаковать, потому что Во-первых, я так больше нанесу Найс Минус уже одна хилка Великолепно Может, с ним тоже просто не рисковай, да и все Пиздец Пиздец Минус уже одна хилка Ммм, да Ммм, да Ну, здесь ты сосешь, чел Минус уже одна хилка Минус уже одна хилка Ммм, так под тебя можно залазить Ммм, так под тебя можно залазить Они очень сильно мешают Оказывается, у него есть мертвая точка В теле Но снова здесь я просто смогу тогда обычный ударом наносить Я могу быстрый режущий делать тогда Ладно, просто забью на них Пускай он меня убьет Я говорю сразу же Мне специально нужно души слить Потому что, чтобы мне этот Эта сфера мне зарядила Ну, тут не летала, не мешала Давайте попытаемся от меча Типа зарядное делать А ну-ка Могу Взбивать, если что Взбивать, если что Зараза Не Сильно Наносит А, то есть Мне еще, когда он делает удар Этот Ну, снова, мне кажется А, блин Здесь, да Костячок Здесь косяк Чем было лучше, я вот не знаю Типа, как бы копье Ну, я им Ну, крутящий удар Они подольше, да Там четыре Там шесть ударов У меня лучше то, что безопаснее Я понял Спасибо Та идешь нахер, чаду Я, почему я на твой удар Прыгаю Я невнимательный А, я не успел прыгнуть Понимаю А, ничего То, что я успел прыгнуть А, я не успел прыгнуть А, я не успел прыгнуть Ну, снова Здесь уже начнутся проблемы Из огня Допустим Огонь будет в меня лететь Так Как я буду ворачиваться От огня Снова Если он бьет вверх Я могу сверху Все атаки избивать Когда он кидает меня лучше Я могу просто двойной удар делать И перелетать Давайте, как вариант Попробуем такое Движ А, как я буду с этим бороться В принципе, да А, как я буду с этим бороться Рискованно Сука Он меня байтит Сука Это не так Сука 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 О, а вот здесь вот сейчас будут проблемы. Сука, лечись. Фух, 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 понимаете, я сейчас чисто на рисковочах играл. Во-первых, было два варианта, он успеет ударить рукой, второй вариант, он бы сейчас меня бы ебнул, своим же телом. Фух, была рискована. Так, а что получилось? Снаряжение, удар, шквал. Не-не, подожди. Удар, шквал. Заклинание Стража Каменной Гробницы вызывает темный смерч, который движется вперед. Это хуевая вещь, если что. Да, урон, урона-то много, но, поверьте на хуйню. Сфера, сфера, сфера. Прыжок в воздухе. Вот теперь будет, ребята, весело. Мы сейчас будем с вами бегать, собирать то, что мы уже находили. Позволяю делать дополнительный прыжок в воздухе. Пока нет сведений. Это левитация, что ли? Ну, вы понимаете, что... Подожди, а есть ли, допустим... А, там тоже два надо. Один фиг, что мне до сюда дойти, мне нужно прокачиваться. Ну все, зато теперь, ребят, у нас есть двойной прыжок. Во-вторых, сколько мне нужно для прокачки? Пиздец, уже серия закончилась. Глупый человек. Посмотри вокруг. Вот к чему привела ваша алчность. Тебе сделают следователю свою силу, чтобы изменить мир. Ну, использовать. Слушай меня внимательно. У тебя осталось мало времени. Окончательное падение уже близко. Когда ты постигнешь себя и будешь готов, найди меня. И я буду ждать тебя на вершине башни. Типа убивать или не убивать. Так, я не вижу смысла в... Камнях. У меня их три, нихера себе. Я лучше сразу качану себе хпшку. 21. Давайте до 500 хотя бы. Ну, ровок все равно вбок не получится, зато мне теперь... А, один раз можно прыгнуть. Ну, ребят, все, бегаем, собираем все, что мы не могли собрать. Сложностей никаких. Все, пробегаем как ни хер делать, вы о чем. Враги? Какие враги? Ой. Так, волчонок, давай ты успокоишься. Я понял. Да сдохнешь ты. Сука, заебали. Темный парфюр против тьмы. Ах, ты гомняки летающие. За тебя ничего не дают? Серьезно? Прикольно. Ну, ладно, что я вам скажу, ребятки. Успех на нашей стороне. А, точно там. Закрыто. Что здесь? Мы можем, в принципе, походить... А, там, по идее, должна быть воздушная панель, с помощью которой я смог подняться в воздух. Погнали телепорту. Погнали телепорту. Соси. Конечно, ты знал, куда я приземлюсь, Товарина. Ну, я говорю, дальше немного будет полегче в плане... Прохождение некоторых локаций. Так. Чисто вся серия ушла на битву с боссом. 30 минут битвы с боссом. Здравствуйте. Сейчас мы с вами, значит, проходим все локации заново. Давайте я остановлю запись и будем просто снимать то, что я типа найду, да и все. Лес древних воспоминаний. Поехали. Так, первый проход. Вот здесь вот, в который мы не заходили. А, не помню, кажется. Ну, плавать я не могу, поэтому хер его знает. Хм, ты. Ты скоро встретишься с королем... С королем. Спросить про короля. Люди всегда были расой огни. Они наделяли свое тело и оружие силой огни. И эта сила росла благодаря темной карме. Ты должен быть способен выдержать дыхание огня. Ты готов к этому испытанию? Спросить про монстров в замке. В замке полно монстров, которые используют в бою острые предметы. Готовься перенести кровотечение и уколы острых шипов. Усиление выбранного оружия. О, а я могу усилить сейчас? Давайте копье улучшим. Хотя... Не. Треть знака плюс. Найс. Идем далее. Так, next на место. Я не помню, мы собирались мы сюда или нет. Есть ли сюда лифт или нет. Но я здесь. Нет, мы здесь не были, походу. Шикарный амулет. Кислоты. Так, 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 так. Ши-ши-ши-ши-ши-ши. Шикарный амулет с зеленым камнем. Выглядит непритязательно, но, по крайней мере, не воняет. Если его надеть, повышает устойчивость к яду. Если его надеть, то дополнительно повышает силу атакующих заклинаний. Может, как раз я еще ищу себе эти лиловые описания понахожу. Так, и давайте сразу на ту, да, сторону. О, найс. Ну и все. Ладно. Что у нас дальше? Дальше мы идем сейчас сюда. Смотрим, что здесь. Так, еще одно место нашел в пещерах. Вот там, вон, наверху. Как раз двойной прыжок нам позволяет сделать так. Знак печати. Знак печати. Три удара в воздухе. Найс. С помощью вот этого. Как вы видите, я немножечко... Немножечко в воздухе вперед и рывок дело. Оно немножко мне поможет потом кое-куда попасть. Ну, тоже такие вот местечки секретные. Так, давайте дальше. Так, нашел еще, где мы сражались с боссом. Вот здесь, наверху, есть проходик. Но... Этого проходика. Здесь нету, а значит, это секретненький проходик. Так, шикарный амулет русалок. Инвентарь. Так, не то. Снаряжение. Шикарный амулет русалок. Шикарный амулет, созданный русалками украшения, великолепным голубым камнем в искусно выполненной оправе. Если его надеть, повышает устойчивость к холоду. Если его надеть, дополнительно повышает силу такой щеки заклинаний. Может быть, против боссов, которых... О, это новое местечко, ребята. Уоу! Я не хочу арестыковать. ух ты шьё моё манать он сложный и не скажешь это аж не босс ни хера куда ж ты меня ведешь секира на есть новое оружие ладно на копья протестируем секира боевая секира с тяжелым стальным лезвием лезвие отточено до бритвенной остроты легко может нанести смертельные раны это по-настоящему угрозное оружие но управляться с ним нелегко из-за его тяжести у него хороший этот заряд вот этот они плюс еще все восстановились так теперь надо вернуться обратно сразу давайте лава лапнемся хпшку прокачим 500 хп можно будет еще знать в один сделать чтобы ровно было 500 и все и все уходить в силу да и все нахер мне нужно но хп если меня хилок не столько нету так и дошел до сундука который у нас на карте вот тут где тоже не мог достать же с мудреца на из снаряжением копьем он лучше даже моего и там плюс еще и ахонь жезл никто не так жезл никогда принадлежащий мудрецу он заговорен и наделен силой огня использовать магическую силу же зло под силу лишь умелым из магов но его можно использовать и в качестве ударного оружия так подожди а лучше этой лучше даже это пора них я себе а стоп это меч стоп это меч натуре это меч я думал ты этот же зал где теперь мой копьем где моя копьянка ладно так тогда сыграем вот смотрите здесь видите босс есть и карточка этого босса я так и не убил когда играл то что он очень жесткий я 79 уровне как он был как вы помните но в первой серии показал но игру в ртом босс просто жопу а здесь на закрытом просто видите я могу только сейчас сделать рывок прямо а то есть могу и вверх рывок делать и горизонтально типа под углом поэтому на так нам принципе осталось еще разыскать это сюда сюда прийти следовать эту локацию и сюда прийти здесь я закончу тогда поэтому полетели дальше так по карте здесь есть еще проходик иначе мы сюда идем сундук внутри печати и знак так сейчас я сюда заберусь смотрите какой у нас будет маршрут я забираю сюда 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 здесь изучаем вниз либо сюда и сохраняясь либо я иду сюда сохраняясь тут а они лучше сюда с зайти и сохранится перейти на эту сторону сюда забрать ящик здесь и вниз и сюда и тут я понял что я обострался то что здесь тупик и месяца заново идти возвращаться идти вниз забрать сундук вернуться сюда забрать все что здесь потом пойти сюда этот это так сюда куда мы не могли залезть я залез тут сундучок вот он изящное кольцо луны авентарь обычно снаряжением изящное кольцо луны изящное кольцо символизирующую луну в кольце вставлен крупный фиолетовый самоцвет если вы надеть повышать защиту так как я говорил мы вкачем с вами хп шкум все остальное вкачем только в урон ребятки а я на карте смотрю что мы сюда не ходили еще так давайте палочку теперь то мы можем с вами нормально прыгать передвигаться делать по три удара каждый раз так окей да сюда просто так подожди я могу дай походу могу давайте я просто к заберу знаки проклята алебарда ни хера себе тут это проклята алебарда ни хера урона 97 еще плюс у алебарда в которой заключена темная энергия с этим оружием совладает не каждый ведь даже его древко изготовлены из стали так подожди меч на сколько он крутой он даже круче мить чат 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 е по вы понимаете насколько это крутой он очень крутой так я понял то идешь ты в сраку как не так тебе бы много нанести блин он на из прям я интересно куда приду да ладно плюс еще одно писание у и телепорт нашелся неплохо неплохо я вам скажу идемте далее как раз у меня новый уровень есть как я говорил урон тоже урон до 20 а дальше там посмотрим так место пойди куда не мог забраться раньше мы забрались сюда как ни хер делать сундучок ключ торговцы уфа на а вот это от чего мне интересно так это даже инвентарь да наверное ключ торговца ключ который использовал торговец это уникальный ключ который можно отбереть любую дверь изготовленную торговцам и стали значит эта дверь которую мы можем теперь открыть знаете где сейчас покажем вот вот здесь а мы можем теперь туда зайти значит следующая стере мы с вами проникаем туда и узнаем что там а я иду за вот этим а там скорее всего закрыта ну ладно туда схожу все равно проверим так и по идее сюда должен был пройти как этот маг который был дам путник спросить про заклинание это могу честь священной магии который добавляет к силе чародей силу монстров я изучаю с тех пор как покинул рощу просвещение ну так с тех пор не представляю где пределы ее возможности хе-хе мир огромен и пол монстров ты на это намекаешь это мои родные края но у меня нет никакого желания возвращаться обычно за заклинание мне неинтересны изучая разные виды монстров я узнал неизмеримо большие усилить выбранное заклинание а купить я не могу да тоже косарь стоит еще полетели дальше сундук который мы не могли достать и тут еще сраный голем кольцо натиска кольцо натиском то колечко колечко кольцо натиском легатное кольцо в форме спирали сделано из дешевого на на вид металла но смотрится легатно если его надеть немного снижает получаемый урон от атак ближай бою ни хера себе насколько интересно вот очень сильно насколько он снижает а прикиньте а мы здесь нихера и не доставали значит здесь точно здесь был скелет где мог бы подняться туда тоже сходим у нас получается здесь есть место тут сюда есть проход здесь есть место и еще я могу открыть врата ну в принципе я салаз немножечко не следовать да и все по и еще вы здесь у нас есть проход какой-то короче ребят я нашел такое хорошее место для фарма вот отсюда начинаем смотрите за него дают 150 за него до 150 300 450 450 плюс еще короче 300 за тебя дают сколько блядь 600 за этого дают 200 600 800 тысяча сто я получаю за один заход понимаете думаю понимаете я буду фармиться потом мы продолжим выпили я уже с этим фармом чертом я забыл что здесь проход есть я метки поставил я короче в конце этой серии буду фармить шоу ска ребят я думаю опнуть хотя бы 40 уровней 50 поэтому сорян если что саре медуза медуза копьё с изогнутым лезвие в форме полмесяца наконечник обе смазан смертельным ядом это оружие до больно подходит не для колющих а для рубящих ударов минус 90 плюс 63 ну я не всегда аю так и там 100 минус плюс 117 оружие все лучше и лучше мне дается вот с этим я по мне играл я так нихера не смог сделать ну ладно мне совсем ножка ребят и а тут я не следовал так как раз мне на новый уровень еще хватает и давайте сюда смотреть что здесь если не ошибаюсь то должны быть босс а я почти никогда не ошибаюсь почти да как это а я как раз могу здесь сократить путь урон молодите мне там уже эти херовин изящное кольцом солнце опасные места на самом деле вот сучара и ладно хоть не подсохну этого радуй я бы не хотел подарить а тут портальчик в конце концов он так и не был найден знак агония новый облик ах очередной место где не портал давайте ладно я думаю на этом закончим с вами следующей серии мы продолжим а значит я пока что буду фармиться и очень жестко да и Продолжение следует...